Ничто так не растягивает кожу, как отеки. Привет от Татьяны, 48 лет. Сегодня мы с вами будем лимфодренажиться. Лимфодренажиться мы с вами будем сразу во всех направлениях комплексно. Мы с вами изучим лимфодренажный массаж на каждый день для лица. Для того, чтобы наши ткани сделать легкими, у вас лицо приподнимется сразу. Мы все с вами накопившиеся какие-то токсины будем выводить в подмышечные лимфоузлы. То есть мы будем облегчать, облегчать, выводить все, что там, все болото, что там застоялось. И подышим обязательно. И я вам расскажу про нутрицептики. Ну как нутрицептики, да, то, что помогает лимфодренажиться и про движение. Так, поехали. Массаж лимфодренажный можно делать каждый день. Если вы боитесь, что вы из себя всю воду выведете, то делайте тогда просто какие-то детали из лимфодренажного массажа. Либо вы можете делать через день, либо по необходимости. Всегда, конечно же, индивидуально следите за тем, как конкретно ваш организм реагирует на те или иные манипуляции. Лимфодренажиться надо. Помогать выводить токсины из лица, из вообще, из всего тела организму надо. Но интенсивность у всех может быть различная. И у всех может быть разная реакция. Если у вас есть какие-то активные воспалительные заболевания на данный момент, либо акне, то вы пока притормозитесь. Лимфодренажный массаж делать, потому что вы разнесете инфекцию. Подождите, мы можем все делать, массаж, исключительно, когда вы находитесь в ремиссии. Угу, в ремиссии. То есть, я не говорю о том, что вы совершенно здоровы. Такого может не быть. А когда у вас все спокойно? Итак, мы начинаем с вами с подмышечных лимфоузлов. Мы их можем прокачивать разными способами. Смотрите, очень люблю на выдох. Ну, смотри, мягкая рука волной у нас мягко прокачивает подмышечный лимфоузел. Мы ему бережно говорим, просыпайся, просыпайся. Мы со своей нервной системой всегда разговариваем очень-очень аккуратно, очень нежно. Мы ни в коем случае, наше подсознание не должны спугнуть. Потому что сейчас она подумает, сейчас придете и будете бить, ножичком тыкать, и начнет защищаться от вас же. Мало ли, что вы там выдумаете. Подсознание у нас имеет такую самозащиту, волю к жизни, что может послать туда спазм, лимфоузлы схлопнутся, все панцирем закроется, и потом не пробьешься. Поэтому всегда, пожалуйста, к себе, деликатно к своему организму, разговаривайте с собой, с кем еще поговорить, как с не суперумным человеком, не с самой собой, да, со своим подсознанием. И так, поэтому деликатно, бережно, и локоть прокручивайте, и на выдохе, на опускании продавливайте. Продавливайте. И так 4-8 раз. Еще мне очень понравился вот такой прием. Я увидела в книжке «Лимфодренаж», и мне прям очень понравилось, хорошо отрабатывается. Руки одна на плечи, и вот так. Тоже на выдохе. Прекрасно отрабатывает. То есть, смотрите, можете либо так 8 раз. Раз, два, три. С каждым выдохом вы продавливаете. Ну, как продавливаете? Вы нежно-нежно проминаете вот такой мягкой кошачьей лапкой зону лимфоузлов. С одной стороны, соответственно, с другой и отвели. Да, от середины к груди. Так, я задеваю микрофон, да? Отвели к подмышечным лимфоузлам. Следующие у нас с вами... Давайте немножко декольте. Так, смотрите, следующие у нас с вами будут надключичные и подключичные лимфоузлы. Поставили ладошки на подключичные лимфоузлы, тоже так мягко, кошечка лавкой продавливаем их, как просыпаются, просыпаются надключичные лимфоузлы. И затем выводим от центра к периферии вот такой мягкой волной. Здесь надключицы, подключицы и ввели. То есть вы можете либо так сразу улыбить мягко. И у нас с вами цель подмышечный лимфоузл. Тоже здесь мы с вами мягко промяли. Ну, как промяли, прям поверхностно. Мы сейчас с вами работаем над поверхностными лимфоузлами. Лимфо течет очень-очень медленно, поэтому все движения медленные, такие медитативного характера, я бы сказала. Затем мы с вами переходим к шее, к задней поверхности шеи. То есть вот здесь вот эти у нас мягочки. Тоже так же мы с вами мягко-мягко волной промяли. И начинаем с одной стороны. Вы можете сразу с двух сторон делать и выводить. Сначала шею делим напополам, сначала с нижнего этажа, сразу к подмышечным лимфоузлам. подключить. То есть все это вы должны делать раздетой, естественно. Просто уж не буду вас тут как-то провоцировать. Хотя я люблю. Люблю я попровоцировать, да. Ну, промяли и дальше уже отсюда. Подчелюстные лимфоузлы. Тоже мягко-мягко. Вот здесь тоже мягко. И берем и вот так, да, допустим, вот так выводим. И сюда опять над ключицей, под ключицей. А подмышечным лимфоузлам. Дальше идем мы с вами к ушам. Передние ушные и задние ушные лимфоузлы. Тоже я очень люблю галочкой. Галочкой вниз, вниз. Вниз тоже 3-5 раз. 3-8 раз можете. Все зависит от того, насколько у вас отечное лицо, допустим, с утра. Этот массаж можно делать и утром, и вечером. При нанесении своего любимого крема, который я забыла нанести. Сейчас нанесу. Когда вы прокачиваетесь вот так. Можно еще раз над ключицами, под ключицами задержаться. Опять увели, увели. То есть мы прокачали лимфоузлы, уволим. Дальше мы с вами уносик оставим. Вот когда мы идем на лицо, здесь, конечно, да, лучше крем добавить. Но не суть, не обязательно. То есть вот такими мягкими движениями. Сейчас я буду. Всегда, когда делаешь перед камерой, получается черти что. Вы знаете такое? А потому что, когда ты делаешь сама себе перед зеркалкой, с зеркалом, это одно. А когда в камеру видно плохо, ты что-то рассказываешь. У тебя эмоции. А тут... О, все, нанесла. Вроде нормально. Зеркало тут, смотри. Так, смотрите. Прокачали. Возле ушей говорю. Боже мой. Вот отвлекаться нельзя. Возле носика. Раз. Два. Тоже, ну, три-восемь раз. Вот. Вниз уводите. Вниз. Затем так ручками. И вот таким выжимающим движением тоже лимфочку. Гоните сюда и увели. Этот прием прекрасен от брылей. Пока вот здесь все состоялось. То есть можно повторить по три круга, да. Раз. Допустим. Так. И смотрите. Вот мы вот таким движением гоним лимфочку сюда. То есть все направление сюда, сюда, сюда. Раз. А дальше над носиком вот здесь. Прям вот. Видно? Хорошо. Здесь. Раз. Тоже три-пять раз. Ой, три-восемь раз. И точно там же вы. Увели. Увели. И к укушным лимфом. И сюда. Ой, здесь еще височки прокачали. И уводим. Еще от лица. А дальше глазки. Внутренний уголок прокачали. Внешний уголок прокачали. Очень люблю быстрый прием. Стульчики ладони кладем. И таким образом прокачиваем глазки. То есть прямо по косточке. По орбите глаза. Тоже пять раз. И увели. Либо так, либо можно еще таким образом. Выжимаем. Выжимаем все застоявшуюся межклеточную жидкость. Здесь по косточке сюда. Подхватили лимфочку. И выводим. Можно взять. Вы сразу увидите, как ткани лица у вас стали гораздо-гораздо легче. Ну и с олба соответственно. Тоже и вниз. Прокачи. Все. Вот этот массаж вы можете делать по необходимости. Смотрите, как ткани опять же реагируют. Вы прям сразу почувствуете, как глаза открылись. Особенно если вы с утра текаете. Затем, какие у нас рекомендации. Мы, конечно же, пьем. И мы, конечно же, с вами пьем. Пьем мы как? Мы ориентируемся на цвет мочи. То есть пить надо по жажде. Как вам хочется. Если у вас моча слишком светлая, значит вы пьете слишком много воды. Уже заливаете свой цветок. Он сейчас уже сгниет. Свой прекрасный цветок души. И вы должны смотреть. Если у вас моча прозрачная, то значит вы вымываете все так необходимые микро соли из организма. А они нам тоже нужны. Цвет мочи должен быть соломенного цвета. А если моча темная, то значит вы пьете недостаточно воды. Ну, либо по жажде. Просто пьете столько, сколько вам хочется. А дальше еще нутрицептики я вам хотела посоветовать. Какие у нас... Я очень мне понравился прием. Я учусь в школе сейчас вектор М на нутрициолога. Поищите школа вектор М на нутрициолога. Выдают диплом государственного образца. Так что скоро я буду дипломированный специалист в плане нутрициологии. Мне там безумно нравятся всякие хитрости и рецепты. А, так вот, таблетки, корни солодки. Таблетки, таблетки. По три таблетки до еды два раза в день разжевываете. Очень хорошо запускает лимфочку. И так две недели. То есть два раза в день. Три таблетки до еды. Корни... Вот таблетки, именно солодка в таблетках. Приходите, спрашиваете, солодка в таблетках? А, и три таблеточки до еды разжевания. И все, и лимфа очень хорошо активируется. Еще хорошо с утра, допустим, вы проснулись и полосите полость рта кунжутным маслом. То есть полосите, 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 полосите. Пока можете терпеть на самом деле. А потом выплевываете, обязательно рот полосите. И после этого водой споласкиваете. И после этого зубы чистите. Это тоже стимулирует лимфоток. И еще очень хорошо для стимуляции лимфотока после еды сжевать корень имбиря. Ну, не весь корень, кусочек. Маленький кусочек взяли, там, пожевали корень имбиря после еды. Допустим, вот так вот сидите, едите, и у вас там корешок имбиря маленький. И приятный аромат во рту. Ну, и, конечно же, хорошо пить имбирно, имбирно, лимонный. У меня здесь и этот, как его там, лайм, лимон и имбирь. Очень классно тоже стимулирует лимфоток. Но это только для тех, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Кому можно. Вот, либо просто водичку тогда. Так, что еще? Еще, конечно же, мы с вами прокачали сейчас лимфочку внешнюю, внешние лимфоузлы. Но у нас также есть глубинные лимфоузлы, которые мы так прокачать не можем. То есть, вообще, все лимфо, не только здесь у нас под кожей, но также внутри. Это огромный мир, микрокосмос. Человек – это микрокосмос. Поэтому мы дышим. Лимфодренажный мотор у нас в диафрагме. Поэтому очень правильно заниматься дыхательными практиками различными. Именно диафрагмальное дыхание. И, конечно же, физическая активность. Лимфодренажный мотор в диафрагме и в экрах. А про гимнастику, про дыхание мы с вами поговорим потом. Кстати, у меня курс «Дыши» есть просто бесподобный, где мы прям все колоссально прокачиваем. И успокаиваем свою нервную систему. Потому что ничто так не успокаивает нервную систему, как дыхание. Ну, пожалуй, все. Может быть, я что-то и забыла. Если я что-то забыла, конечно же, пишите мне в комментариях. Массаж делайте, ориентируйтесь исключительно на свои ощущения. Хорошо также прокачивайте лимфочку вакуумным самомассажем. И помните, что, да, лимфа течет медленно. И поэтому ручки у вас должны двигаться очень-очень медленно. Кажется, что это даже никакой не массаж, да? А на самом деле очень даже такой нежный массаж, пробуждающий нашу внутреннюю женскую мудрость, силу, наше женское естество. То есть вы на это настраиваетесь, да? А вообще, девочки, помните, что в этом мужском мире, мир мужской, жесткой мужской энергии у нас сейчас воцарил. Не надо с ними соревноваться на их поле, пытаться стать самой, как мужик, пробудить себе эту мужскую энергию. Нет, она, конечно, должна быть, потому что мы к цели тоже идем, но у нас очень сильная другая энергетика, мягкая, женская, и ее надо в себе пествовать. И тогда мы на своей женской энергетике выиграем у этих мужиков, которые свой мужской мир вот это вот закрутили нам так, огня и металла, да, устроили тут нам. А красота и женская мудрость спасет мир. Поэтому, девочки, все мы феи, прекрасные ведунницы, и пробуждаем в себе вот эту внутреннюю ведунью. Да? Все, всем пока. Пишите в комментариях, что еще дополнить, что непонятно я объяснила и что объяснить. Подписывайтесь, конечно же, на мой телеграм-канал. И знаете, куда подписывайтесь? У меня есть телеграм-канал, где просто я сама там рассказываю. А есть, ну, либо вы ныряете в контакт, там, в комментарии, и вы попадаете автоматически в чат-болталку. Я ссылку к чату-болталке тоже прицеплю, и там у нас девочки делятся своими какими-то наработками. Я вообще так хочу создать женский круг, где бы вы тоже могли рассказывать свой опыт друг другу. Это очень-очень важно. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Все. Всем красоты, и ждите меня очень скоро с дипломом нутрициолога. И тогда я буду вам показывать разные прекрасные рецепты. Субтитры сделал DimaTorzok